Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта CPEG.ru. Меня зовут Юлия. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по математике. Несколько слов о структуре занятий. Занятие длится 40-60 минут. Вы получаете задания и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться, и вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментария в чате справа. Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно! Если вы что-то не поняли, не успели или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся рассматриваемой темы, будут удаляться. После трех удалений сообщения, написанных не по теме, участника добавляют в черный список, и вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо! Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com.cpg. А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете посмотреть его запись на нашем канале на YouTube. На него я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем наше занятие. Перед вами на экране задача. В тупоугольном треугольнике АВС АВ равно ВС. СН – высота. АВ равно 10. ВН равно корень из 51. Найдите синус угла АВС. Сейчас у вас есть немножко время, чтобы подумать и решить задачу самим. А позже мы начнем разбор этой задачи. Начнем разбор нашей задачи. Для начала изобразим наш треугольный треугольник. Треугольник АВС. От вершины С опустим высоту. Нам по условию известно, что АВ равно ВС. И нам нужно найти синус угла АВС. Первое, что мы сделаем, мы найдем СН, так как у нас ВН и ВС известны. Поэтому СН у нас равно 100 минус 51, и все это под корни. Это равно корень из 49, и равно у нас 7. Теперь мы можем найти синус угла АВС, то есть синус угла СВН. И мы знаем, что синус АВС у нас равен отношению противолежащего катета гипотенузы, то есть СН к СВ. Это у нас будет 0,7. Ну, или 0,7. Третье. У нас существует свойство, что синус тупого угла равен синусу смежного с ним острого угла. Поэтому синус угла АВС у нас равно синус 180 минус угол альфа. И это будет равно синусу альфа, то есть 0,7. Это наш правильный ответ. Перед вами на экране подобная задача. В тупоугольном треугольнике АВС, АВ равно ВС, СН равно высота, АВ равно 25, АВН – 7. Нужно найти синус угла АВС. У нас есть немножко времени, чтобы попробовать решить задачу самим. Приступим к разбору нашей задачи. Также для начала изобразим наш треугольник. АВС. Опустим высоту, СН. Также у нас АВ равно ВС. Ну и по предыдущему заданию мы сделаем так же. Сначала найдем СН. это будет 625 минус 49, все это под корнем. Это равно корень из 576, это равно 24. Теперь аналогично мы можем найти синус угла альфа. Синус альфа у нас равно СН к СБ. То есть синус альфа равен противолежащему катету гипотенузе. И это равно 24,25. И если мы перейдем, это 0,96. Ну и синус угла АВС. Это у нас синус тупого угла равен синусу смежного с ним острого угла. Поэтому синус АВС у нас равен синусу 180 градусов минус альфа. И это у нас равно синусу альфа и равно 0,96. Это наш правильный ответ. Перед вами следующая задача. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов. Тангенс угла А равен 8,15. ВС равно 2. Найдите АВ. У вас есть немного времени, чтобы решить задачу с этим. Приступим к разбору нашей задачи. И изобразим наш прямоугольный треугольник. Угол С у нас 90 градусов по условиям. Так, первый тангенс угла А у нас равен ВС относится к АС. или то же самое, что 8,15. Составляем пропорцию. Получается 8АС равно 15ВС. ВС нам известно по условию. Подставляем, получаем 8АС равно 30. Отсюда у нас АС 3,75. Теперь по треме Пифагора мы можем найти АВ. З2ВВ в квадрате у нас равно АС в квадрате плюс СВ в квадрате. То есть это 4. И возводим 3,75 квадрата. Это получается 14,625. И из этого мы можем найти АВ. У нас будет равно. Извлекаем квадрат и получаем 4,25. Это наш правильный ответ. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов. Тангенс угла А равен 4, корень из 33, деленное на 33. ВС равен 8. Найдите АВ. Приступим к разбору нашей задачи. Она аналогична предыдущей, поэтому решать мы ее будем таким же способом. Для начала изобразим наш треугольник АВС, где угол С равен 90 градусов. Первый у нас, мы знаем, что тангенс А, это у нас отношение ВС к АС. Так же, как 4 корня 33 на 33. Так же составляем пропорцию. Равно 33 ВС. Из этого следует... ВС мы знаем, что у нас 8 по условию и подставляем. Получаем... Получаем... Это все равно 264. Отсюда АС у нас равно 66 на корень из 33. Теперь по Пифагору находим АВ в квадрате. Это будет 64 плюс 4356 на 33. 64 домножаем на 33. Получаем... 2112 плюс 4356 на 33. Получаем 196. Из этого следует, что АВ у нас равно 14. Это наш правильный ответ. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, а позже продолжим наше занятие. В тупоугольном треугольнике АВС АВ равно ВС. СН – высота. АВ равно 10. ВН равно корень из 91. Найдите синус угла АВС. Даю вам несколько минут для самостоятельного решения. Начинаем разбор задачи. Начинаем разбор задачи. Синус АВС равен синусу СБН. И равен отношению СН к ВС. Тогда найдем СН. СН равен ВС в квадрате минус ВН в квадрате под корнем. Это будет корень из 100 минус 91. СН будет корень из 9 равен 3. СН равен 3. Тогда синус АВС равен 3. Следующая задача. В тупоугольном треугольнике АВС АВ равно ВС. СН – высота. АВ равно 5. ВН равно 2 корня из 6. Найдите синус угла АВС. Несколько минут вам до самостоятельного решения. Начинаем разбор задачи. В тупоугольном треугольнике АВС равен 2. В тупоугольном треугольнике АВС. равен синусу СБН. Равен отношению СН к ВС. Найдем СН. СН равно ВС в квадрате минус ВН в квадрате под корнем. Это будет корень из 25 минус 24. Будет корень из 1 равно 1. СН равен 1. Тогда синус АВС равен 1,5. Ответ 1,5. Следующая задача. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов. Тангенс угла А равен 3 корня из 55 на 55. ВС равно 15. Найдите АВ. Несколько минут вам для самостоятельного решения. Начинаем разбор задачи. Угол С равен 90 градусов. Тангенс А равен отношению ВС к АС. ВС равно 15. Тогда построим... Запишем соотношение. 15 относится к АС. АС так же, как 3 корня из 55 относятся к 55. Отсюда найдем АС. АС равно 15 умножить на 55. Поделить на 3 корня из 55. Сократим 15,3 и 55 и корень из 55. Получается АС 5 корней из 55. Это будет корень из 1375. Тогда АВ равен... АС в квадрате плюс ВС в квадрате. Это будет корень из 1375 плюс 225. Будет корень из 1660. Будет 40. АВ равно 40. Следующая задача. Треугольники АВС. Угол С равен 90 градусов. Тангенс А равен 3 четвертые. ВС равно 6. Найдите АВ. Несколько минут вам для самостоятельного решения. Начинаем разбор задачи. Тангенс А равен отношению ВС к АС. Запишем соотношение. ВС равно 6, поэтому 6 относится к АС так же, как 3 к 4. Найдем АС. АС равно 6 умножить на 4 и поделить на 3. Сократим 6 и 3. Получится АС равно 8. Тогда АВ равен 8 в квадрате плюс 6 в квадрате под корнем. И равно корень из 100 равно 10. Ответ 10. Сделаем небольшой перерыв, после чего продолжим наш... Сделаем рисунок. Треугольник АВС у нас тупоугольник. Высота тупоугольного треугольника, проведенная не из тупого угла, находится вне его плоскости и пересекает продолжение стороны, которая проведена. То есть мы продолжаем сторону АВС и проводим высоту. СН. Стороны АВ и ВС равны 10. ВН равно 6. АВ равно ВС, следовательно, основание АС. Углы при основании равны, поскольку в треугольнике не может быть 2 тупых угла, тупой угол АВС. Синус тупого угла равен синусу смежного с ним острого угла. Синус АВС будет равен синусу 180 минус угол В. Данное значение окажется во второй четверти, значит синус сохранит свой знак. И синус угла АВС будет равен синусу HВС. То есть нам нужно найти синус данного угла. Рассмотрим треугольник ВНС. Для того, чтобы найти синус HВС, нам нужно найти отношение HС к ВНС. Сторона ВС у нас известна, она равна 10. Находим HС по теореме Пифагора. Для этого из квадрата гипотенуза вычитаем квадрат катета. Получаем корень из 64, что равно 8. Находим синус угла HВС. Он равен отношению 8 к 10, то есть 0,8. И, следовательно, синус угла АВС будет равен 0,8. Ответ 0,8. Переходим к решению следующей задачи. В топоугольном треугольнике АВС АВ равно ВС. АВ равно 10, высота АС, H равна 4 корня из 6. Найдите косинус угла АВС. У вас есть несколько минут, чтобы решить данную задачу. АВС 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 АВ Переходим к решению. Треугольник АВС у нас топоугольный. Также высота С, H будет лежать вне треугольника. Для этого мы продолжаем сторону АВ. Проводим к ней высоту С, H. АВ равно ВС равно 10. С, H равна 4 корня из 6. Косинус топового угла у нас равен косинусу смежного с ним острого угла со знаком минус. Косинус 180 градусов минус В по формуле приведения. Получаем минус косинус HВС. Такое значение у нас оказывается во второй четверти, а косинус во второй четверти у нас отрицательный. Рассмотрим треугольник ВХС. Угол ВХС равен 90 градусов. ВС равно 10. Нам нужно найти косинус HВС. То есть отношение ВХ к ВС. ВС у нас известен. Находим ВХ. Для этого из квадрата гипотенузу вычитаем квадрат катета. Получаем корень из 4. ВХ равен 2. Косинус HВС равно отношению 2 к 10. Можно сократить. Будет 1 к 5. Следовательно, косинус АВС у нас будет равен минус 0,2. Решаем следующую задачу. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов. Тангенс равен отношению 4 к 3. ВС равно 12. Найдите АВ. Переходим к решению задачи. Для этого сделаем чертеж. Угол С равен 90 градусов. Сторона СВ равна 12. Тангенс А равно 4 к 3. Тангенс угла А – это отношение противолежащего катета к прилежащему. Значит, мы можем записать тангенс угла А как СВ к АС. Приравниваем два этих значения. То есть 4 к 3. Приравниваем СВ разделить на АС. СВ у нас известна. Значит, мы можем записать в виде пропорции. Выражаем АС. 3 умножить на 12 разделить на 4. 12 и 4 можем сократить. И получаем 9. Сторона АС равна 9. Нам нужно найти сторону АВ. Это у нас гипотенуза. Находим ее по теореме Пифагора. Для этого нам нужна сумма квадратов катетов. Получаем квадратный корень из 81 плюс 144. Получается квадратный корень из 225. Что равно 15. Ответ 15. Решаем следующую задачу. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов. Тангенс угла А корень из 3 разделить на 3. В С равном 13. Найдите АВ. Переходим к решению. Для этого также сделаем чертеж. Угол С равен 90 градусов. Сторона СВ 13. Тангенс А. Отношение корень из 3 разделить на 3. Также тангенс представляем в виде отношения противолежащего катета к прилежащему. То есть СВ к АС. Приравниваем. Вместо СВ подставляем 13. Отсюда выражаем АС. 3 умножить на 13 разделить на корень из 3. Будет равно 13 корня из 3. По теореме Пифагора находим АВ. АВ будет равно 13 в квадрате плюс 13 корней из 3 в квадрате. Все это под корнем. 169 плюс 507. Все это под корнем. Ответ у нас 26. Большое спасибо за внимание. Вы самые лучшие слушатели. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на cpg.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте. vk.com. Также советуем подписаться на почтовую рассылку. Это можно сделать на главной странице cpg.ru. Чтобы поддержать проект, расскажите о нем своим друзьям и одноклассникам. Проще всего это сделать с помощью баннера сверху. Пожалуйста, помогите проекту. Нажмите кнопку «Поделиться» и разместите информационное сообщение о нашем проекте на своей странице ВКонтакте. Чтобы проект оставался бесплатным и мы смогли подключить новых преподавателей, нам очень нужна ваша информационная поддержка. Следующее занятие по математике состоится 21 марта по московскому времени в 13.00. До встречи на следующем занятии. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...